Доброе утро всем! Спасибо, что заглянули в гости. Наверное, вы уже поняли, что сегодня будет нестандартный формат видео. С чем это связано? С тем это связано, что я просто устала, мне не хватает общения, идёт вторая неделя самоизоляции, я немножечко зверею, скоро начну, наверное, кусаться. Я говорю, я не знаю, как вы, но мне конкретно не хватает общения. И это связано с... Я могу, я нахожу, чем себя занимать, но мне необходимо именно общение. Видите, ну, благодаря своему каналу я могу себе позволить вот такой формат видео. Я решила вот поэкспериментировать, заснять сегодня какие-то кусочки из своей жизни на карантине. Сегодня, именно сегодняшнего дня, показать вам, поделиться. Может быть, мне станет легче, не знаю. Вот. Значит, я только проснулась, даже ещё буквально вот не умывалась. Сейчас, наверное, кофигусь я сварю. Но видите, у меня как-то вот я говорю, не знаю, как вы переносите эту изоляцию. У меня всё наслоилось, у меня ещё плюс день рождения на днях скоро, через несколько дней. А вы, наверное, слышали о таком понятии, как такая, знаете, предродовая депрессуха. Это вот даже у психологов есть такое понятие. Потому что у нас организм, ну, вы понимаете, то есть есть такое понятие, как генетическая память. А наше рождение, да, наше вхождение в эту жизнь, это прежде всего, что это стресс огромный был для организма. И это у нас на подкорке сидит. Поэтому каждый год любой человек, независимо ни от каких обстоятельств, ну, в большей или меньшей степени, кто-то раньше начинает, значит, кто-то позже чувствуете. Ну, он переживает вот такую лёгкую какую-то грусть, тоску, ну, так сродни лёгкой депрессии. Ну, и вот у меня как раз, понимаете, всё наслоилось. И изоляция, и день рождения предстоящий, в общем. Вот, поэтому что я буду делать? Сейчас я для начала кофеёчку выпью. Вот, знаю, что плохо, знаю, что вредно, на голодный голодок нельзя, никому не рекомендую. Но вот сегодня сделаю исключение, потому что что-то мне... Сегодня мне что-то очень грустно, потому что у нас даже солнышка сегодня нет. Как-то вот погода радовала все эти дни. Хотя же с толку мы дома сидели. Так, значит, ладно, попью кофеёчку, потом, наверное, я что сделаю? Я, наверное, сегодня покрашу волосы. И даже, может быть, выйду в магазин, потому что у нас кое-что тут закончилось. Будем заказывать продукты. Но будем заказывать их, наверное, сегодня, чтобы ко дню рождения к моему привезли. Потому что надо же как-то праздновать. Хоть втроём сядем отпрасно. Ладно, кофеёчек и вперёд. Так, ну что, вот, кофеёчек себе насыпала. Кстати, кофе, 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 кофе. Вот это могу вам порекомендовать. Слушайте, классная штука. Правда, покупала я его в финском магазине. Сейчас я уже не знаю, когда я буду покупать. Ну, либо из Финляндии мы привозили. И, кстати, посмотрите, недорого получается. Зерновой кофе 840 рублей. И целый килограмм. Очень вкусная арабика. Ну, если где-нибудь сейчас увидите, могу рекомендовать. Ой, надо закрыть его. Кстати, очень удобные вот эти штучки из Икеи. Тоже рекомендую. Имейте в виду, вот, закрывать всякие разные какие-то пакетики. Сейчас мне просто одной рукой неудобно. Своим чай сделала. Ну, вот, видите, кстати, да, мы подсели ещё вот на такой Азер-чай. Пробовали, не пробовали, рекомендую тоже. Есть ещё у них с бергамотом, ещё с чем-то. Ну, вот, это обычный, классический. Очень вкусненький. Он в пакетиках. Но при этом, я говорю, достаточно ароматный такой, ну, в общем, насыщенный вкус. Рекомендую. Так, ну всё. Сейчас мы сделаем себе кофеёчек. Кофеёчек мы сделаем. Так, что мы сделаем себе? Малый. Малый. Сделаю себе малый. Ну, вот, готов мой кофеёк. Что у нас тут за окно? Ой, боже мой. Боже мой, боже мой. Посмотрите, небо, небо всё. Серое, серое небо. Ой, грусть, тоска. А, вон, видите, кстати, детская площадка у нас, видите, огорожена вся. Так, ну, а это уже вид у нас из другого окна, с другой стороны. Видите, да? Ну, народу, конечно, совсем, совсем мало. Кстати, у нас, смотрите, магазинов сколько? Пятёрочка. В нашем доме семья была. А здесь вот левее, если так, там ещё Дикси. У меня мама всё время завидует. Приезжает она у меня в центре живёт, на Фурштадской. У них там очень плохо. О, смотрите, идёт парочка вон там, далеко. О, вот там вот, видите, оба в маске. Оба в маске. Вон ещё в маске. Слушайте, ну, всё равно народ есть, и это как-то, ну, немножко смягчает ситуацию. Потому что, если бы совсем никого не было, ну, было бы совсем страшно. Я вчера фильм посмотрела ещё такой, знаете, заражение называется американский. Смотрели, нет? Ой, лучше не смотреть. Вот. А, кстати, я слышала, что в масках не рекомендуют на улице ходить. Да, потому что у нас рот – это самое грязное место в нашем организме, да, чтобы вы знали. И получается, что мы начинаем дышать собственными бактериями, и ничего хорошего от этого не будет. То есть, в замкнутых пространствах надо одевать там в транспорте, в магазине, а на улице не рекомендуют врачи. В общем, вот так вот у нас. Так, ну что, сейчас я умоюсь. Я вам, кстати, уже показывала очень классная штука. Гель корейский. Рекомендую всем девушкам моего возраста с пептидами. Имейте в виду. Ой, так, здесь что у меня? Здесь у меня мой уход, о котором также я вам уже рассказывала. Корейский. Сейчас я так на него подсела. Это крем для глаз. Тоже вам рассказывала. Классная штука. С маслом лососевым. Вот и красочка для волос. Тоже, о которой рассказывала. На которую тоже я также плотненько подсела. Ну что. Приступлю я, пожалуй. Так, ну все. Достала я все ингредиенты. Смотрите, что входит. Шампунь. Я говорю, кто не видел мой обзор, посмотрите. Прикольно. Я вообще первый раз такое встречаю, чтобы шампунь входил именно в комплект. Дальше бальзам-закрепитель. Это как обычная история. Дальше сама краска. Это как его окислитель. Или как он называется правильно. Вот. Перчатки. Классные. Мне нравятся. Они такие, знаете, эластичные. Не то, что там целлофановые пакеты, как обычно, одеваешь. Они соскальзывают. Вот. Ну и, собственно, вот моя бабаечка, где я буду делать, где я буду делать, мешать вот эту краску. А потом наносить ее на полосы. Здесь как бы у нас предусмотрено, что надо вот сюда, вот в этот флакончик выдавливать краску, да. Потом откручивать вот этот колпачок, ну, как это обычно, и наносить. Но на самом деле, девочки, это очень неудобно, потому что краска, ну, просто нереально густая. Просто нереально. Она, посмотрите, она как мороженое подтаявшее. Она просто не выдавливается через вот этот вот носик. Поэтому я делаю в специальной емкости. Ну, все, я пошла наносить. Так, ну вот, нанесла я краску. Сейчас полчаса похожу. Кстати, знаете, очень хорошая краска в том плане, что она совершенно не пахнет. Знаете, девочки, вот как есть, ну, просто химозные какие-то наносишь. Невозможно даже дышать нечем здесь. Вообще никакого запаха. Наверное, какая-то действительно натуральная есть составляющая в этой краске. Маруся, Маруся, кс-кс-кс-кс. Марусенька, зайчик, зайчик такой. Вот у нас такой пушистик живет. Марусяки, да. Скажи, мяу, мяу. Спит целыми днями. Что такая серьезная-то? Ну, улыбнись. Ну, улыбнись, помаши лапкой. Такой у нас член семьи. А вот это вот творение моей младшей доченьки. Смотрите, как она красиво меня рисует. Он енотики какие. Мальчик с девочкой. Это она ходит специально на мастер-классы со старшей. Там им показывают, как рисовать. Но они, собственно, под чутким руководством делают. Ну, я считаю, все равно красиво. Вот средства наши защиты. Маски, перчатки. Я не знаю, как вы сейчас выходите. Если ходите куда-то в магазин, и мне даже интересно, одеваете вы вообще вот эту всю амуницию или нет. Сейчас еще прикупили масок. Я не знаю, у нас столько масок никогда вообще в жизни дома не было. Ну, на самом деле, эти маски-то они защищают на полчаса. Как врачи говорят, не больше. То есть в магазин сходить. Ну, и перчатки одноразовые тоже, в принципе. Даже я не знаю, нужны они или не нужны. Но мы, знаете, береженого Бог бережет, как говорится. Ой, сейчас уже на карантине. Представляете, начала перечитывать классику. Вообще так давно не читала ничего. И вот благодаря внезапно освободившемуся времени вот начала заново для себя открывать некоторых писателей. Вот Чехова сейчас взяла. Но что-то как-то, знаете, вот эти повести, рассказы взяла. Но они какие-то такие грустнявые. Там что-то как не откроешься. Какие-то похороны, поминки к кладбищу, смерти. Не знаю, в общем, пока читаю. Но что-то как-то меня вот там не особо вдохновляет. Некоторые рассказы, конечно, я читала и раньше. Некоторые читаю впервые. Вот мне интересно, что вы сейчас читаете. Кстати, вот смотрела интервью с Хакамадой. Так вот, она сказала, что сейчас, вот в это время, надо по возможности максимально загружать свой мозг. Ну, либо заниматься творчеством. Да, если у кого нет возможности, значит, надо читать максимально сложные книги. Смотреть сложные фильмы. Ну, чтобы не дать мозгу атрофироваться. Ну, в общем, наверное, она права. Поэтому мне вот интересно, что вы читаете, что вы смотрите. Может быть, вы мне что-то посоветуете. Какую-нибудь книгу интересную или фильм. Буду только признательна. Кстати, вот снимаю остатки этим, как его, мицелляркой. Слушайте, кстати, по поводу мицеллярки хотела вам рассказать. У меня у дочки, ну, в общем, на полу надо было отодрать двухсторонний скотч. Ну, в общем, там долго объяснять. У нас ковер, там у нее лежал такой балас. И чтобы там концы, вот эти края не загибались, я его прикрепила, знаете, на такой двухсторонний скотч. Ну, это вот сдуру сделала. А потом, когда, собственно, скотч-то сам уже оторвался, а вот эта липкая вот эта основа, она осталась на ламинате. Мы ничем не могли ее отодрать абсолютно. Я уже скребла, чем только не скребла. Я уже и чуть ли не каким-то там керосином, бензином пыталась. А дочь, она у меня, вот видите, какое прогрессивное поколение. Она просто взяла мицеллярку. И этой мицелляркой просто на раз, два, три вся клейкая вот эта основа с ламината ушла. Представляете, что, вопрос, что входит в состав мицеллярной воды. Что она взяла то, что у меня не брал даже ацетон. Вот, понимаете, это да, это есть повод задуматься. Поэтому, а стоит ли это наносить на лицо? Ну, в общем, вот как-то так. Ой, ладно, все, наверное, пойду я сейчас уже минут через пять смывать. Увидимся. Ну, вот, друзья, покрасила я волосы. Не знаю, видно вам там или нет, вот такой вот цвет получился. Он такой холодноватый, да, действительно, вот какой-то шоколад, но с такой холодным подтоном. Так что, сейчас пойдем обедать и потом пойдем в магазин. И, может быть, я даже что-нибудь поснимаю для вас. Покажу, что там в мире делается на улице. Девочки, что мне больше всего нравится на карантине, что можно экспериментировать в плане кухни. Видите, у нас теперь просто уже как в ресторане. У ребенка один суп. У нас с мужем другой суп. Вот борщецкого вчера наварили. Чесночок обязательно присутствует. Ну, и овощи, конечно. Так что, нам приятного аппетита. Скоро вернусь к вам. Ну, все. К выходу я готова в магазин. Все, амуниция на месте. Сейчас перчатки возьму. Где мои перчатки? Вот мои перчаточки. Давай, зайка, закроешь дверь? Окей. Ну вот, вышли на улицу мы. Видите, подготовленные. Сейчас пока не одеваем эти наборники, но вот ближе к магазину пойдем в Перекресток, наверное. Дикси я вообще не люблю, потому что там все время так много народу. Так что, идем. Ну вот, собственно, улицы, в принципе, пустые. В принципе, пустые. У нас здесь, конечно, он рынок. И обычно здесь всегда очень много народу. Видите, единицы, просто единицы. Ну вот там, ближе к проспекту, вроде бы побольше. Ладно, сейчас посмотрим, что в магазине делается. Еще и снег пошел у нас. Вон, видите. Вообще, конечно, погода. Ну вот, даже на проспекте народу Ни-ко-го. Ну, то есть, то, что говорили, да? М-м-м. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, я не знаю, нет, у нас же помидоры вроде бы были. Заморозка, овощи может быть? А, овощи точно надо взять в песке. Так, масла нам надо? Да, масла надо. Масло, яйца. Вы видите, да, сколько народ в магазине? И в основном все без масок. Ну, как вы видели, народу в магазине, в принципе, нормально, да, для понедельника, дневного времени, нормально, как обычно, я бы не сказала, что очень мало. Вот, но мы соблюли, короче, все меры предосторожности с мужем, так что купили, идем домой. Ну, что, мои хорошие, я заканчиваю сегодняшний свой влог там же, где я его и начинала, на кухне. Спасибо, что сегодня были со мной, мне прям как-то легче стало, отпустила немножко. Вот, что я вам хочу сказать, берегите себя, берегите себя, своих близких, сосредоточьтесь сейчас на, именно, своем здоровье, на бережном отношении к своему здоровью. И поменьше, знаете, поменьше впечатляйтесь, поменьше смотрите эти новости, поменьше читайте. Знаете, еще доктор Преображенский в свое время, ну, это кто читал «Собачье сердце», говорил, что не надо читать советские газеты перед обедом, понимаете, поэтому и вам советую. Лучше действительно заняться творчеством или почитать что-то интересное, или посмотреть, так что спасибо еще раз, что были, всех вас люблю, целую. Пишите, понравился ли вам такой формат видео, ну, а на этом все, пока-пока.